Политики должны быть исключены из процесса информирования граждан о ситуациях, связанных с борьбой в любом ее проявлении с COVID-19 или любой другой пандемией. Для этого есть специализированная комиссия по здравоохранению, по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении. Для этого есть комиссия по чрезвычайным ситуациям, где есть министр здравоохранения в составе этой комиссии. И они должны сообщать вместе с экспертами Всемирной Организации Здравоохранения, каковы инструкции для населения. Для тех, у которых нет симптомов, для тех, у которых есть симптомы, для тех, кто был за рубежом, для тех, кто контактировал с людьми из-за рубежа, это отдельные протоколы. Соответственно, эта информация должна быть сообщена специализированными органами. И то, что делает Игорь Дадон, он делает неправильно, так нельзя. Он вводит людей в заблуждение. Кто-то услышал больше, кто-то услышал меньше, кто-то понял, кто-то не понял. Он политик, он не должен этим заниматься. Понимаете? Понимаю. Скажите, пожалуйста, вчерашний выход в лайф Майя и Санду в этой связи тоже не должен был иметь место? – Политики не могут не конментировать и не вовлекаться в процесс общественно важный. Они это натурально будут делать, просто потому, что какой политик, если он не реагирует на какую-то большую, важную социальную проблему? Понятно, что они должны реагировать. И вопрос не в том, должны ли они или не должны. Они должны вовлекаться. Вопрос в том, что они могут сделать. И что их вовлечение должно не усугублять ситуацию. – Правильно. – Вводить людей в заблуждение. – А давать решение. То есть, понятное дело, что, когда ты комментируешь узкопрофессиональные вещи, во-первых, тебе не стоит действительно в них лезть. Это пускай делает профессионал. Но ссылаться на них нужно. Давать общий тон спокойствия или, наоборот, алерты максимума. – Это совсем другое. – Это они должны делать. Они не могут этого не делать. – Правильно. – Невозможно. Так, давайте все, у нас пандемия, исключаем всех политиков, выключаем телевизоры и сидим, ждем только, когда будут комментировать медики. – Когда президент страны начинает рассказывать о том, что латини пинка, полик цик, щевау, трикут, штунешна, синцит, штунешна, это ненормально. – Это ненормально. Это вводит людей в заблуждение, это вызывает отторжение, это вызывает возмущение у тех людей, которые следят, допустим, за сайтом ВОЗ, которые следят за развитием ситуации, которые и так в стрессе. – Спасибо. – Спасибо.